Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Евгений Бужев. Сегодня хочу рассказать, как можно самому повысить иммунитет, потому что очень много вопросов о медицине полной неразбериха. Так вот, чтобы понять это, нужно понять, что у нас иммунные клетки могут находиться в двух местах. Первое, во всех тканях, то есть везде, где есть контакт с какими-то внешними средами, у нас во всех тканях есть, называется, тканевой иммунитет, так называемые тканевые иммунные клетки. Везде есть. Это первое. И второй, есть и те же самые такие же иммунные клетки, есть в крови. Это называется гуморальный иммунитет. То есть, соответственно, какая-то проблема, недостатка иммунитета может проявляться в каком-то месте только там, где местные иммунные клетки начинают работать плохо и не достает еще помощи им. То есть вот этот гуморальный иммунитет, клетки иммунные, которые находятся в крови, тоже по какой-то причине недостаточно сюда протекают. Такая ситуация может развиваться в одном единственном случае, когда возникает отек. Почему? Потому что отек, что он делает? Он снижает местный иммунитет. Почему? Потому что создается отек. Отек это нарушение лимфатического оттока. Лимфатический отток это канализация. Ну представьте себе, забила канализацию. И у вас полквартиры в продуктах жизнедеятельности. Ваши и соседи. Вы плаваете в квартире вот так вот, по горлышку во всем этом. Нормально вы сможете работать? Нет, конечно. Соответственно, и клетки, которые находятся в таких условиях, в условиях отека, тоже нормально работать не могут. Ведь иммунные клетки, они тоже в таких же, в этих же самых условиях. Они тоже здесь в отеке. Поэтому, естественно, они уже нормально работать не будут. Но отек еще нарушает приток крови. Он передавливает сосудики, по которым кровь притекает. Соответственно, и гуморальный иммунитет тоже местному помочь не может. И вот тут развиваются проблемы. Понятно? Механизм общий. Соответственно, чтобы раз понятно, что происходит, значит понятно сразу, что нужно сделать. Первое, убрать отек. А второе, добавить сюда кровушки, да? Чтобы усилить местные иммунные клетки вот этими гуморальными кровяными клетками иммунной системы. Вот и все. Отек убирается элементарно просто. Со слизистых. Это раствор соды. Берете неполную чайную ложку соды. Детям лучше половинку чайной ложки соды. Заливаете стаканом кипятка, размешиваете, остужаете. И вот этот раствор. Надо в носоглотку, значит, берете шприц, шприцом заливаете туда, ну без иголки только разумеется. Заливаете в нос, полежать, в рот, прополоскать рот. Если это там слизистые где-то там влагалище, например, можно тампончик с этим раствором поставить или проспринцеваться. То есть, это уже, как бы вот, вы создаете вот этот раствор на слизистую. Что делает содовый раствор? Содовый раствор убирает отек. Легко. То есть, для чего вы? Для того вы его и делаете. Неважно, гайморит у вас там, пансинусид какой-то идет, да, просто наспарк начался. То есть, ваша задача убрать отек. Для чего? Для того, чтобы восстановить нормальную работу иммунных клеток местных, тканевых. Убираете отек. А после того, как вы убрали отек, нужно пустить сюда кровушку. Как пустить кровушки? Расширить сосуды. Расширить сосуды, прогреть. Снаружи, значит, если, например, вот пазухи, значит, берете холчевый вот такой мешочек, сшиваете или носок, маленький детский носочек, можно просто взять. Греете на сковородке либо гречневую крупу, либо соль крупного помола. Прям накаляете, да? Потом насыпаете в этот мешочек и кладете вот так, прогреваете, да? И там минут 20-30 держите его, чтобы здесь было тепло. Ну, естественно, там что-то, если горячо, то подложите, чтобы кожа не сгорела, да? Поэтому обязательно прогреть. Если ты там, внутри, значит, чай горячий, можно с малиной. Малина тоже расширяет сосуды. И побольше, и почаще, вот чтобы там тоже внутри было тепло. И шарфик еще можно на горлышко надеть. Вот задача. Соответственно, когда вы вот это все делаете, вы усиливаете и местный тканевой иммунитет, и усиливаете приток крови. Таким образом, помогает и кровяной иммунитет тоже помогает клеткам на этом уровне эту проблему убрать. Вот. Совершенно несложно вот таким образом вы усилить свой собственный местный иммунитет. Если же речь идет об общем снижении иммунитета, да? Не местного, а об общем снижении. Вот. То нужно, поскольку у нас в общем, в принципе, иммунитет завязан на энергетику, значит, соответственно, нужно активировать свои энергетические центры. Тогда вы и общий иммунитет тоже подстегнете. Вплоть до того, что просто банально, вот чувствуете, начинаем заболевать, простыл где-то, да? Вот. Дать какую-то такую хорошую физическую нагрузку, чтобы вспотеть. Там полчасика, часик, позанимались чем-то. И не важно, чем вы будете. Какая-то физическая нагрузка. Чтобы пропотеть. Вспотели, все. Вечером прогрелись, легли спать. Утром встали, как ни в чем не бывало. Никакую инфекцию у вас уже не будет. Почему? Потому что вы подстегнули свой собственный общий иммунитет. А если вы еще поможете местным, местному тканевому иммунитету вот таким способом, как я сказал, вообще проблема решается легко. Благодарю вас. Всего доброго.